МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации, телерадио-компании Гомель. У студии працует Светлана Князева. Глядите в этом выпуске. Приватная инициатива. Сегодня стартовал сусветный день предпринимательства. Погроза с лесу. У Мазары девять человек потерпели от укуса у леса. Самые бояльные и приватные. Вызначилися финалистки конкурса «Миссис Гомель-2017». А зараз об этом и иншим больше подробязным. У Рад Беларуси будет и далее усеменно поддерживать предпринимательство. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кабяков сегодня на открытии 7-го международного форума предпринимательства. И он проходит в рамках сусветного тыдня предпринимательства в Беларуси. Роля предпринимательства в национальной экономике, створении новых рабочих мест и устойливым социальным развития высокая. В этот сегмент экономики сдольный худ к реагировать на изменливые умовы рынка, генерировать за короткий термин, увасаблять инновационные идеи в реальные проекты, займать новые ниши на рынках товаров и послуг, поширать свою присутность на внешних рынках, сказал Андрей Кабяков. По-вот для его слов, у РАД вельми зацикавленный у развития малого и среднего бизнеса. У этом секторе працует треть всех занятых в экономике. Это уже не мало. Но потенциал для дальнейшего развития и росту великий, и мы имеем намер его использовать, означал Андрей Кабяков. 170 краин на этом тыдне одночасово организуют тематичные мероприемства, чтобы рассказать про роль предпринимательства в развитии краин и экономик. Отбудутся и они и в нашем регионе. У приватности УГДУ имя Франциска Скарины на протяжении 5 дней будут проходить тренинги, бизнес-семинары и круглые столы. Спикерами станут навыковцы, предпринимательники, представники улады и керевники бизнес-суполок. Они обмяруют развитие приватной инициативы у регионе, сушастные способы продажи продукции на экспорт, правы с пожилцов. Предпринимательство – это большой труд, нужно быть к этому готовым. И это тот труд, который непредсказуем. То есть, может повезет, может не повезет. Если человеку не везет, нужно понимать, что это не то, что кто-то ему подстроил, или неправильно закон написал, а то, что это у человека в голове. Если он настроился действительно четко, на работу, на качественный труд, он будет стараться, обязательно получится осуществить свою идею и заработать деньги. Об урочистом открытии тыдня предпринимательства у ГДУ глядите репортаж у наших вечерних выпусках. До инших тем. У Мазары леса напала на прохожих, потерпели 9 человек. У их лику трое детей. Инцидент отбылся учора, меркуется, что леса была шаленой. Зараз гэты факт устанавливают специалисты. Усе потерпелые, шпитализованные, им оказана медицинская допомога. Тяжких телесных пошкоджений ни у кого не ма. Медицинские учреждения у нас в области обеспечены терапической вакциной иммуноглобулином. Поэтому здесь квалифицированная помощь будет оказана и оказывается всегда по мере необходимости. Хочется просто напомнить жителям, что бешенство среди животных регистрируется как среди диких, так и домашних. Поэтому, что касается диких животных, ни в коем случае, если дикое животное появилось, нельзя к нему приближаться. Значит, если все-таки есть какие-то повреждения, в первую очередь надо обратиться к медикам, для того, чтобы решить вопрос о назначении необходимого курса прививок. Дарыши, за 10 месяцев этого года на Гомельщине зарегистрованы 91 выпадок шаленства живел. Их это амаль в три раза меньше, чем за аналогичный летошний период. Тогда таких фактов было около 230. Выпадки фиксуются по всей территории в области. Сюлита – наибольшая колькость зарегистрована в Светлогорском, Рогачевском, Будокошалевском и Гомельском районах. В Калинковицком районе на пожары загинула жанчина. Узгорание отбылось глубокой ночью в приватном доме у вёссы Козловича. По прибытии на место вратовальника у районного подразделения «Дравляный будинок» горыл открытым полым. Господар дома уладания 1974 года народжения покинул дом самостоянно, а вот его 53-годовая сужителька загинула. Причина пожара высветляется. Одна из версий – неосторожное обыходжение за огнем при курении. Проверку проводит следшая оперативная группа. Процесс информатизации в системе охоты здоровья Гомельщины практически завершен. Все районы укомплектованы специальным обсталяванием. Для формирования одинной медицинской просторы региона объединены 82 лечебные установы. Уведены электронные карты пациентов. Функционирует система «Электронный рецепт». Координует одинную информационную простору – Гомельская областная клиническая больница. Теперь при накировании сюда пациентов с территориальных поликлиник урачи обмениваются даденными в режиме онлайн и башать полную историю хворобы. Укороняется в медустановах и система электронной чарги. На протягу листопада у филиалах Гомельской центральной городской поликлиники проходят мастер-классы по навучанию интернет-запису. Чекается, что до конца этого года 50% пациентов будут записываться на прием в интернете. Тем часам леки белорусской вытворчасти потанели у гэтым годзе на 1%. Об этом заявил генеральный директор холдинга «Белфармпрам» Валерий Шаучук. И он подкреслю, что медпрепараты айчинной вытворчасти – истотна тоннейшая за большость импортных аналогов. Кали паравнать реальные цены на белорусские леки и импортные, то отримается, что наши каштуют у полтора-два разы тонней за импортные аналоги. Означил Валерий Шаучук. Протягиваем выпуск. У Гомеля отбывся отборочный тур конкурсу при Гажосте «Миссис Гомель-2017». И он пройдет у Снежне. С претендентками на звание самой при Гожей женки и мати познайомился наш корреспондент Ганна Каральчук. Семья и дети не перешкодаем к ней не стать королевой при Гажосте. На кастинг у Центр моды и при Гажосте «Хрустальная нимфа» пришли коля 50 удельниц. Все разголовных по трабованию дофиналисток взросл от 18-ти годов и рост от 172-х сантиметров. Профессии будущих финалисток самые розные, як и взрослый, колькость дятей. Большость при Гажунь пришла на кастинг у першиню. В этом году, увидев новостях, сказала сама себе иду. Ну и немножко просмотрела предыдущие кастинги и фотографии предыдущих участниц было интересно. У меня две дочери. Это старшая Арина, как я уже сказала, младшая малышка Виана. Ей один год и четыре месяца. На данный момент она находится со своим отцом, который мысленно с нами держит за меня кулачки. Некоторые претендентки в минулом году уже спробовали трапить в финал. Например, Татьяна Круг летость пришла на кастинг на сёме месяце тяжарности. И организаторы не одважились разыковать здоровье молодой мамы и дитяти. Зато и сё лето Татьяна настроена серьёзно. После родов активно занималась со спортом и приводила фигуру в парадок. При этом жюри цікавят не только внешние дадзины, а и готовность к фотосессии в купальниках и таланты, которые можно показать на творческом конкурсе. Если будет конкурс талантов, я красиво почитаю стихотворение. Всегда занималась чем-то интересным. Всё, что интересно, там я. И в кастингах участвовала по молодости, да. Но нигде мне не везло. Как сказал мой сын Тимофей, у меня самая красивая мама. Претенденток на титул чекают занятки под эфиле, хореографии и фотопластицы. Для удельниц эта махчимость у вас обидьмары, якие многие язык лечили не сбыдными. Но вот процесс подрыхтовки выкликая радость и энтузиазм. Даже то, что мы все здесь собрались сегодня, это уже процесс, это уже интересно. Это уже нас из обычной жизни, рутины вырвали. И мы обратно вернулись в этот мир. Сказка, красота, все сразу стали обаятельные, привлекательные. То есть самое главное это для женщин, чтобы мы наконец-то себя показали, что мы женщины, а не просто работники или просто мама, или домохозяйка. То есть мы хотим стать принцессами. Информацию о призах для переможцев и запрошенных на шоу артистах организаторы по культуре мают у сокрытия. Однако уже вядомо, что финал сельта пройдет в областном громадско-культурном центре. Любой проект должен расти. И мы, естественно, тоже хотим расти. Тем более, что тема, тематика, затрагиваемая этим конкурсом, она гораздо серьезнее, чем девичья красота, потому что тут поднимаются и проблемы семьи, и взаимоотношений, и много-много всего, что делает нас по-настоящему счастливыми в жизни, а не только появление на сцене и букет цветов, условно говоря, корона. Главная миссия конкурса «Миссис Гомель» – пропаганда семейных каштовностей, и дала миру, добра и пригожости, а так само престижу материнства. Жюри обрала 15 бояльных, поспеховых и активных девочек, которые примут эту работу в финале конкурса в середине Снежня. Лана Корольчук, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». Час туманов, дождь и мокрого снегу. Сегодня в областном центре выпал снег, а лео стойливого покрыва и моцных снегопадов по кульчакать не варта. На дворе на этот день будет в облачном. В прогнозе на ближайшие сутки – дождь, мокрый снег. При этом авторах будет самым теплым днем на этот день – до плюс 7. В середнем дненная температура поветра складе каля 4 градусов, ночная – от нуля до плюс 4. Заморозков не чекается. Дождливыми будут четверг и наступные выходные. В середину и пятницу прогнозуются туманы. Уважливыми варта быть автомобилистом. Бачность на дорогах будет обмежавана. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфиры спортивный огляд с новинами спорта вас познаемец Максим Савин.